всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале арт стайл huawei мэйд 20 pro достаточно дорогой телефон который только-только появился в продаже он у меня несколько дней его потестировал сделано не очень много там порядка сотни фотографий я сравнил его конечно с мэйд 20 я сравнил его с мэйд 20 light и что по этому телефону мне сказать вам конечно есть свои слабые стороны есть свои сильные стороны но телефон безусловно интересный поэтому начинаем расскажу вообще все и автономности камеры и производительности батареек поэтому приятного просмотра и так внешний вид телефона телефон металлический со стеклянной задней спинкой но спинка такая знаете как будто странное ощущение вот телефон гладкий но вот как будто он немножечко такой шершавый в руках лежит хорошо ну как и большинство стеклянных телефонов все равно в некоторых ситуациях может быть скользковат производитель об этом прекрасно знает поэтому в комплекте к телефону идет силиконовый бампер совершенно простейший но и на том спасибо из особенности телефона отмечу что динамика второго точнее основного динамика так как здесь стерео в качестве стерео выступает разговорный динамик здесь нет звук идет прямо из разъема тайп си вот отсюда где лоточек лоточек притом здесь грустная ситуация huawei почему-то им не нравится микро sd они сделали свой формат который называется на на sd если честно я очень надеюсь что он массы не пойдет потому что мне тупо неприятно что моя sim карточка что моя sd карточка на которую меня привычно записано все нафига мне и покупать новую я понять не могу хотя возможно я ошибаюсь и вы скажете давид наоборот это круто короче суть в том что карточка та же самая просто теперь она чуть меньше она размером с наносим карту разъем для подключения разумеется это тайп си и для зарядки для действительно быстрой зарядки телефон заряжается очень быстро и есть также конечно же за эти деньги беспроводную зарядку не стали жадничать и завезли сюда она здесь есть полный фарш вообще в телефоне водозащита и олед дисплей и конечно модуль nfc и стерео как я говорю все есть моно бровь тоже есть к сожалению притом на мэй 20 без приставки про сделали вырез он правда вырез тоже мешает он не такой маленький как на вам пласт 6 например но все-таки здесь классическая моно бровь дисплей 6 3 дюйма грубо говоря разрешение высочайше более 500 пикселей на дюйм ребята это действительно много плотность пикселей очень высокая но заслуживает уважения здесь во-первых новый процессор действительно он лучше чем 970 керен здесь 980 я объясню подробно короче заслуживает уважения то что телефон действительно работает очень быстро и шустро он работает быстрее чем тот же p20 pro например это мэйд тот п если быть точным разрешение 3 120 на 1440 538 пикселей на дюйм и диагональ не 6.3 а почти 6.4 6.39 еще про экран добавлю что он как на самсунгах изогнут из краев и ощущение от телефона остается конечно очень классными ложных нажатий нет то время пока я ходил с телефоном никаких проблем просто красиво действительно красиво наверное все наверное ждете когда же я начну говорить о камерах ну дайте с внешним видом закончим сверху есть инфракрасный порт кнопка включения выделена приятным красным цветом кнопки громкости с обратной стороны ничего нет снизу как уже и говорил разъем для подключения компьютера тайп си динамик спрятаны хитро и все опять же блок камер вот тут хочется сказать даже не хочется вот как-то хочется про них что сказать камер безусловно классные но голосование которое правда по одной фотке я устраивал своей группе вконтакте проголосовали люди большинство подавляющее большинство 60 процентов грубо говоря за обычный мэйд 20 безусловно прошка делает офигенные фотографии офигенно мне нравится такая возможность это трехкратный оптический зум это действительно здорово без потери качества мы приближаем и трехкратные то знаете это достаточно хорошо широкой форматной можно снизить широкоформатные можно делать снимки но не но нет чего но то камера реально классная и особенно рекомендую если вы снимаете ночью то включать особый ночной режим реально будете довольны никаких вопросов телефона у меня вообще не возникает по качеству фото возможности с другой стороны если сравнивать вот это мэйд серия а есть еще п серия p20 p20 pro если сравнивать даже не с прошкой а с обычной p20 то снимки будут приблизительно плюс-минус такие же но все равно это хорошо хорошо что производители уделяют внимание камерам потому что фотографируют многие из нас здесь фотки хорошие насколько они хорошие в оригинале вы можете посмотреть сами перейдя по ссылке под видео я положил на облако множество фотографий с этого телефона про дисплей рассказал про камеры рассказал рассказываю теперь про батарею она здесь выше среднего если в p серии многие очень ценили батарейку 4000 миллиампер час здесь 4200 4200 миллиампер час по моему абсолютно рекорд среди флагманов что-то я не припомню что больше кто-то делал 4000 вот и все 4200 телефон работает правда не так и сильно много для амолед экрана здесь все-таки амолед матрица амолед или супер амолед пофигу это олед технологии точнее если называть ее точно олед дисплей около 12 часов это круто это хорошо но опять же учитывая большой экран большую батарейку телефон это тот самый телефон который может у вас по идее там до двое суток продержаться несмотря на мощный процессор несмотря на большой экран с высочайшим разрешением мне показалось что разряжается не так и быстро но до двух суток конечно это если не будете его сильно гонять в любом случае батарейка хорошая реально хорошая весит телефон кстати 189 грамм но не ощущается тяжелым ну и пришло время рассказать про процессор кирин 980 он лучше на порядок лучше чем кирин 970 который стоял в прошлых по сериях по 20 по 20 про это да и в хонорах он стал по моему 6 или в 7 телефонах huawei хонор это один это одна и та же фирма но если но я думаю вы знаете в 6 по моему как минимум от и в 7 стоял 970 кирин здесь же ситуация улучшилась во-первых телефон стал работать шустрее я это вижу когда я открываю приложение они быстрее просто тупо открывается и самое главное если вы хотите поиграть на максимально возможных настройках world of танк по мобайл либо другие тяжелые игры сетевые здесь и новый видеопроцессор мали g76 десятиядерный вот это основная проблема была с видеопроцессорами мали но как я его не гонял я поиграл несколько каток в папку мобайл на максимально возможных настройках ультра пока напомню ни на каком телефоне не ставится ставится максимально высокие все галочки ставишь на высокие отлично но опять же может скажете я зря придираюсь какие-то нюансы которые я видел например на 845 идет так здесь почти так же хорошо я бы сказал что идет приблизительно как 710 qualcomm snapdragon возможно вам мои слова не понравится танки на танках проседание как было на прошлых киринах 970 теперь нет максимум что удалось просадить телефон после нескольких минут игры это fps стабильно держался пятьдесят девять шестьдесят шестьдесят один шестьдесят грубо то когда вокруг много танков тебя стреляет ты стреляешь до пятидесяти двух упал несколько раз это мелочь это крутой результат реально но вот говорю папку мобайл вроде все клево прорисовка персонажа но чуть-чуть чуть-чуть какие-то не фризы как вам объяснить я вижу я чувствую опять же поймите на правильно далеко не все будут играть на этом телефоне в игры самое главное что не нужно знать для игры он теперь подходит отлично вот реально проблем с ним никаких нет работает быстро кстати кстати вот в p20 почему-то без приставки про там экран ips там нет беспроводной зарядки там нет водозащиты там экран даже чуть больше но он более широкий этот более вытянутый там если разъем для наушников почему-то здесь они от него отказались комплекте положили просто переходник либо предлагается использовать беспроводные наушники ребята телефон однозначно получился красивым интересным если честно то вот этот модуль четырех камер мне не очень нравится он ну просто может быть непривычно опять же дело субъективное кому-то может и понравится но смотрится он странновато особенно вот это вот верхняя миллевом углу вспышка белая нас там как-то вот мешает как блямба такая налепили другой стороны ничего не выступает нет какого-то копирования явного как китайцы любят делать телефон приятный лучше его конечно носить в бампере и дисплей отличные камеры отличные и производительность наконец-то реально без компромиссной фактически окей не будут там придумывать не придумывать об от себя вот это говорит что что-то мне там субъективно показалось не так хорошо бегает персонаж как на 845 в любом случае все теперь действительно отлично и вот моно бровь бы еще убрали разъем для наушников поставили и вот прям вообще вот вопросов бы не было совершенно в любом случае телефон интересный хороший и те кто его купит я думаю совершенно в нем не разочаруется на этом у меня наверное все напомню обязательно посмотрите оригиналы фотографий с этого телефона цены если вам интересно сколько он стоит в рублях а я же не прощаюсь а говорю до свидания будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны данных выпусков с уважением ко всем давид счастливо а